здравствуйте сегодня мы проходим одну из карт для конкурса retro serious wave 2019 и да здесь изначально присутствуют некие диалоги которые я вырезал просто потому что считаю их не сильно нужными да и немножко раздражающие но тем не менее следующее что вы видите это некоторые кракозябры просто потому что карта изначально на русском по какой-то причине и с английской версии это работает примерно вот так но тем не менее на самом геймплей это никак не влияет что есть замечательно и принципе карта сделала достаточно хорошо в плане того что для понимания не нужно ничего читать нужно просто быть внимательным нам нужно найти 12 таких рычажков чтобы заполнить эту шкалу и тем самым пройти этот уровень так что да мы будем этим заниматься попутно отстреливая разнообразных существ знакомых разумеется особого челленджа это все не представляет единственное место где вас могут застать врасплох это как раз таки вот при подборе этого дробовика появится куча камикадзе и не так много места для отступления что я люблю здесь делать это вот брать этот дробовик идти сначала в эту сторону и переманивая сюда и по дуге идти туда обратно и таким образом контролировать толпу посмотрим как пойдет лучше как правило не доводить до перезарядки немножко просчитался ой в целом неплохо и после убийства камикадзе вот эта вагонетка начинает движение и мы как раз сейчас у нее пойдем также появляется вот эта лапушка которая застревает на монорельсе смешно и да мы сейчас пойдем дождемся этого гонетку во первых потому что нам надо во вторых я хочу показать ну фишку связанную с ней я скорее всего недоработка ну и способ сделать следующий бой значительно легче сейчас она должна уже вернуться скоро еще один рычаг кстати если знать их расположение то сильно по карте много гулять не придется они все более-менее на одном пути и так вот рычаг в ней это причина по которой нам все равно в нее нужно и сейчас нас нас повезет дальше по уровню и вот это место переду с толкой является триггером для появления скелетов но триггер срабатывает даже когда вы находитесь в вагонетке то есть он слишком высокий я полагаю я не совсем уверен как работает редактор тем не менее благодаря этому можно сделать вот так сделать этот бой абсолютно тривиальным ну разумеется злоупотреблять я этим не буду просто переманю этих скелетов сюда пускай они здесь побудут а мы спустимся не забудем про этот переключатель немножко здоровья они кстати эти колбочки респаунятся по какой-то причине берем бустолку и будем добивать стальных скелетов ладно ты это заслужил и пока мы здесь на этой пальме также растет еще один рычаг должны были остаться еще скелеты на и в любом случае он туда надо я говорил пробирочки восстанавливаются по какой-то причине на этом автомобиле колесе также спрятан рычаг и осторожнее он спаунит красного биомеха ну опять же если мы будем правильно кружить вокруг него то у нас не попадет ой так ладно это была моя вина я случайно сбил его в ракету ничего страшного далее мы поднимаемся наверх чтобы найти следующий рычаг и этот рычаг спаунит под нами рептилоидов ой никогда не понимал как урон от падения работать в этой игре ладно и еще один рычаг вот здесь и логотип конкурса и что далее мы спускаемся в эту закрытую станцию неработающего метро находим в этих коробках еще один рычаг забираем бензопилу и прочей вкусности видим что машинка отъехала и там открыт был джампад отлично но не спешим сильно уходить наружу потому что там нас ждут еще рубиток и мы их просто приманим сюда и покажем чья бензопила длиннее ну а сейчас покажу причину почему я не стал делать этого на улице искать также приманим его сюда поближе благо он мобильный упс так ну и возвращаемся тут двор где был открыт жампад тут появится сейчас миллиард лягух тоже бензопилу это не страшно а 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 убираем здесь это вот все и я забыл кое-что с вырываемся быстренько дело в том что когда мы выйдем из метро там появляется вот такая мишень и всего несколько на уровне и все надо выстрелить по очереди и это единственный секрет на этом уровне после отстрела той мишени следующая мишень появляется с этой стороны здание со шкалой вот здесь отлично далее мы воспользуемся джампадом чтобы забраться наверх этой крыши мы едим рычаг но не будем спешить его нажать потому что появится скорпион просто хватаем автомат и отстреливаем этого и вот этого делаем это быстро потому что сейчас прилетят гоноары которые отведают бензопилы прекрасно не забываем про рычаг и этой крыше мы можем прыгнуть на монорельс что нам надо сделать на самом-то деле потому что рычаг конечно же и следующая мишень вот здесь и мы помним самом начале что мы видели в конце монорельса еще один рычаг поэтому движемся туда когда мы здесь пересечем линию сзади и спереди от нас появятся скелеты и пролетят гоноары лежат патроны если нужно но дело уже к завершению мы просто возьмем пушку у которой здесь ровно одно применение держим этот рычаг появляются биомехи забираем гранатомет и методично закидываем наших противников и появляется последний рычаг но у нас есть еще последняя мишень которая являет нам такую гигантскую лягуху ну и мы можем нажать последний рычаг шкала заполняется и происходит вот это и м и и и и и и и и и да титры в конце я заменил на латиницу просто чтобы это было читабельно потому что создатель карты по моему мнению крайне заслуживает того чтобы его знали причем не только наши потому что эта карта она простенькая с одной стороны с другой стороны она не прекрасно выдержан стиль у него хорошая архитектура и не самые сложные но сбалансированные хорошие бои которые поначалу могут достать врасплох неподготовленного игрока и в ней прям чувствуется вот флоу узнать вот поток как вот протекает вот как 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 это должно быть я не знаю как это объяснить это на уровне ощущений но мне очень нравится этот уровень так что и наверное если не забыл я постараюсь не забыть и прикреплю ссылку для скачивания найдите время поиграйте это отличная карта особенно если вам нравится стилистика но на этом на сегодня спасибо за просмотр и всего доброго